Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Давайте в этом ролике разберем интересный вопрос, ибо новички не знают. Какое вооружение в игре во робот самое крутое на настоящий момент? Мета постоянно меняется, разбираем ситуацию именно здесь и сейчас. Из пака энергетических пулеметов следует стараться получить и прокачать, и играть, естественно, только на панчерах. Все остальное неиграбельно из-за своей низкой эффективности. Переходим к следующему вооружению, это замораживающий плетень. Из этого пака все вооружение играбельное, все вооружение нужно стараться получать, и все вооружение крайне чрезвычайно эффективно. Далее переходим к паку огнеметов. Так же, как и с замораживающими плетями, весь пак абсолютно играбельный, весь пак эффективный, весь пак тащит. Далее переходим к акустических дробовичкам. Весь пак акустических дробовичков играбельный, их нужно сразу получать, а оно крайне эффективно, чрезвычайно. Далее переходим уже непосредственно к токсическим пушкам. То же самое, весь пак играбельный, весь пак настоятельно рекомендую прокачивать, получать и использовать. Всего здесь было 5 роботов. Если был бы 6 раздел, 6 ячейка, я бы настоятельно рекомендовал новые физические смарт-пулеметы, то есть раздор, смута и карамола. Так же вооружение крайне эффективное, крайне топовое, является метой игры в настоящий момент. Так же в этом ролике разберем новинку, которая скоро появится в игре в аробусы. Заходим на стройки, и мы смотрим, смотрим, смотрим здесь. И мы смотрим, появилась настройка редактировать расположение кнопок. Давайте посмотрим, как все дела работают. Допустим, вам неудобно, чтобы сенсор управления был в этом месте, выходите подальше. Нажали, передвинули. Великолепно. Вам неудобно расположение данных кнопочек. Нажали, передвинули. Великолепно все дело работает. В общем, ждем, не дождемся, когда разработчики внедрят наконец-то корректировку изменения управления именно под себя. Все, полетели, посмотрим эти крутые пушки в бою. Итак, полетели воевать. А ты не забывай, нравится ролик, поставим лайк, нравится канал, подпишись. Мы сейчас играем на измененной карте Death City. Весьма такая интересная. Осовременили, актуализировали данную карту. Выходим на вооружение панчеры и давайте врагов разваливать. Немножко что-то звук отсутствует, ибо тестовый силачек, по-моему, багует. Ну, создал он, в принципе, и бут такой забагованный. Ну, карта просто великолепна. Так, нажимаем ремонт, я не могу захватить центр, к сожалению. Большое-большое скопление врагов. И жуткие-жуткие-жуткие лаги. И за лагами меня не убили. Так бы я уже давно-давно-давно погиб. Также мы наблюдаем видоизмененную, вернее, измененную механику Last Tender. Сработал Last Tender у меня, и хп-шка понемножку уменьшалась по мере вхождения в него урона. То есть Last Tender теперь не полностью защищает от повреждений, а на 99%. То есть, по идее, у фиксоников везде эти очки сопротивления урона, да, сколько там, наверное, тысячи, наверное, не били. Не знаю вообще. Так, нажимаем ремонт, нажимаем, у нас А способность, к сожалению, узнать не смог. Ибо, ибо на тестовом первачке мы тестируем еще и нового дрона, который подключает способности. Так все дела работает. Так, пак панчеров проверили. Берем нашего нового дрона также. И сейчас проверяем, демонстрируем пак вам. Не пак, а вооружение замораживающей скорочке. Ну, по замораживающей плите. Залитательный звук отсутствует. Частично. Частично присутствует, частично отсутствует. Давай, братюнь, ты бы не пошел к нам на маячок. И так же я наблюдаю, вот играет музыка, включил, да, и на фоне у карты присутствуют какие-то атмосферные звуки. Такие немножко угнетающие. Ну, потому что Дэд Сити, мертвый город переводится. И посмотрите, он какой-то заброшенный, разрушенный, да, послевоенный город. Так, взлетаем. Подзарядили мне немножко щит. Даже нормально не подзарядили щит. И стараемся врагам и поражать. Также наблюдаю повышенную чувствительность у эмулятора. Нужно было поставить несколько поменьше. Так, и приземляемся на маячокер. Срочно. Найсорочнейшим образом. Так же Ласт Энт сейчас на последствовом сервачке какой-то стал еле-еле заметный, да. На моем сервачке в настоящий момент он такой прям темно-зеленый. А вот здесь он светло-зеленый, еле-еле отличимый от шкалы просто хп-шки. Так. Ну, давайте это еще берем. И полетели. Газу. К сожалению, на тестовом сервачке отсутствуют пилоты. И наш шелл не ускоряется во время действия способностей. Чтоб шелл был эффективный, проверен на бом сервачке, нужно его попрокачивать. И нужно родной пилот. Линда, или как она называется. Как-то так. Ну, я прям слышу атмосферные эти звуки. Угнетающие. Угнетающие тревожные. И посмотрите, фон поменяли. Как приятное. Игровой робот очень красивая. Но, к сожалению, очень дорогая. Так, ладно. Нападаем мы на муромца. Бежим, бежим. Давай, братюня. Путаем его. Хопа-на. У меня прыжок установлен. Хана пришла в муромцу. Ну, и мне тоже, скорее всего, хана придет. Вот, обращаю ваше внимание. Ластент теперь не видно. Он у меня установлен. Но он еле-еле какой-то там отличается от шкалы просто хпшки. Еле заметно. Так. Нажимаем подрыв. Блин, я думал, сейчас весело подорву спектра сверху. Бах. Да, динамика крайне низкая на тестовом сервачке. Так, это новый титан. Давайте посмотрим, насколько он эффективен против шела. Вам интересно? Мне вот очень интересно. Пак огнеметов. На шеле два легких и один тяжелый огнемет. Великолепное вооружение. И анимация, посмотрите, какая красивая. И боевая эффективность, в том числе, зашкаливающая. Так, сейчас будем путать врага. Прыгаем. Подрыв. Бах. И выжигаем нового титана. Пушки у меня красные стали прекрасные. Убиваем, убиваем, убиваем. Новый титан на лазерах не может справиться. Тут даже два титана. Даже шаранга имеется. Шаранга. Бей меня. Посмотрим, как Ластент держит урон. Новый. Так, берем теперь акустические даробавички. Маяк захватили. Бессовестный, негодяй. Ну и давайте телепортируемся ко врагу. А телепортируется ко врагу мы можем на расстоянии 350 миров. Да, капец. Ладно, не телепортируемся ко врагу. Отставить. У меня есть прыжок. Прыгаем ко врагу, чтобы принимать активное участие в боях. А где бои? А где активные бои? Тестовый сервачок этот скучный. Вы что такие все вялые? Проснитесь, кофе-ка выпьете. Карта красивая, веселиться нужно. Даже какая-то Рытвина есть, посмотрите. Раньше вроде бы этой Рытвины не было. А это просто визуал или... Да, на самом деле ямка, посмотрите. Я немножко приподнимаюсь и опускаюсь. Так, давайте прыгаем. Он не мог предположить, что у меня есть прыжок, да? Кто в здравом уме поставит на Димитру прыжок? Это я, да. Прыгнули, включили себе щит, абсолютно непробиваемый. Ну, тоже под звездочкой, да? И сейчас будем нападать на Титана. Немножко залаговал, урон не проходил. Вражка Димитра. У меня все подключалось. Почему подключалось? Обращаю внимание на дрона. То есть на тестовом сервачке. Очень крутой дрон. Теперь получается... Тоже подумайте головой. Новички и старички и середички. Новый дрон что? Привнись. Тут кругом Рытвины. Нифига здесь в город раздолбили. Товарищи левел-дизайнеры. Конечно, очень атмосферно. Что сейчас произойдет? Сейчас произойдет то, что все будет отключаться просто ужасно. Каждый робот, каждый робот, будет работать как Тайфун и как Эрибас. Возможно, бардака выхоистов нет еще больше. Надеюсь, вы там, товарищи Пиксоники, взяли калькулятор и все правильно посчитали. Потому что, если это будет часто срабатывать, ты тупо, получается, не сможешь нормально использовать свои способности. Так, на кого мы будем нападать? Ты будешь постоянно отключен. Понимаете, да? То есть на любом вооружении, любой робот может отключать способность у робота. Ну да. Интересно будет. Нападаем на тактических пушках на Шарангу. Нажимаем ремонт. Шаранга какая-то вялая, не может меня проклясть. По идее, Шаранга должна была меня... Сработала... О, красная. Осправить меня в принудительный астрал. Ну что? Ну, умирает Шаранга. Бахтера. Ага, ага. А кому-то хреновато, да? Кому-то хреновато. Нового Титана мы так и не смогли попробовать. Полетели в следующий бой. Итак. Еще один бой на этой же самой атмосферной, красивой карте. Наблюдаем, что индикация, что плохое-плохое соединение. Хотя соединение у меня нормальное. Да, Теслый сервачок опять хворает. Нужно его немножко подремонтировать, подлечить товарища Пиксоникам. Карта просто великолепная, посмотрите. Раньше она была когда-то темная, угнетающая. А сейчас она такая зеленоватая, по-моему, плесенью покрылась, да? Сгнил... Сгнил город. Вот реально, посмотрите. Все в плесени какой-то. Все разрушено. Вонях это блокно. Ну, Пиксоники, конечно, умеют. Умеют делать визуал. Здравствуйте. Как у вас делишки? Так, сейчас смотрим на пак токсических пушек. Одна тяжелая, два легких слота. Нажимаем ремонт. Вы что, выжили? Давайте, до свидания. Давайте, давайте. Красивые какие-то скульптуры, лепнина какая-то. Тарелки вон какие-то. А вы у нас кто? Щит у вас такой большой. Эребас, небось, какой-нибудь. Нападаем. Ооо, да, это жестко. Сейчас будем наблюдать войну. Войну. Пака тислотных пушек против... Ох, так нечестный бой. Мы наблюдаем нечестный бой против акустических дробовичков. Их было два, а сейчас вообще стало три даже бойца. Краснознаменная армия. Ну, ладно. Синие армейцы, давайте их бить. Ты справишься. Наблюдаем плети. Плети замораживающие. Взлетаем. Заряжаешь мне щит. Красавчик. Он жмет, жмет кнопку стрельбы. Нет, успокоился. В укрытие. Сидим и выходит. Какой-то ты чрезвычайно мощно, агрессивно, жесткий. Так. У, орочек. Акустические дробовички. Там спектр на огнеметах. Два ластенда поставил. Что-то он тестирует. У него какой-то безумный, крэйзи тест. Не включили ластенд. Посмотрите. Пробивается ластенд. В принципе, в теории, да, если будет очень большой входящий урон, ластенд можно спокойно изничтожить до состояния нестояния. Здравствуйте. Прыгаем. Сейчас будет большая-большая теория большого взрыва. Бах. Снесло, братья. Хотя какой нам брат. Не брат ты мне. Продолжать не будут. А то ютуб-канал мне забанят на веки вечные. Хотя раньше можно было, да? Посмотрите, еще игра Postal. Поградите Postal. Вот там игра была. Сейчас попробуйте Postal выпустить, мне кажется. Там сразу всех посадят. Посмотрите, посмотрите. Postal 2 вроде бы называл. Яйца она. Самая сумасшедшая игра в мире. Так. Наблюдаем сейчас пак огнеметов. Тут тоже два легких и один золый. Правильно сказал, да. Так. Инвайдера выжигаем, выжигаем, выжигали. Били. Вот, заморгал у него ластенд. Поменяли они еще анимацию, да? Так. Подключались у меня способности. Это все работают новые дроны. А мне вот интересно, как часто будет срабатывать? Есть ли иммунитет от частого... Упругиваем от ревенанта. Как... Имеется ли иммунитет от частого срабатывания? Я думаю, у топов... Ну, официальных ютуберов типа Гликмана. Дронов этих будет весьма много. Если ты попадешься против них, ты вообще не сможешь своими способностями пользоваться. Я правильно, товарищи разработчики, понял? Так, новый Титан против Шелла. Но я был сильно подранен. Так, давайте мы посмотрели весь пак пушек. Я про все вам рассказал. Сделал оценку, что новые современные пушки, которые не поместили здесь, потому что нет больше слотов. Крамола, Смута, Раздор. Абсолютный топчик. Тоже их используйте, если вы думаете, что собирать. Если вы не знаете, что собирать. А сейчас он происходит к просмотру нового Титана. Как он работает вообще? У него такие сумасшедшие какие-то умения. Я делал на него уже обзорчик, но уже забыл. В общем, сейчас у него, так скажем, походный ремонтный режим. Я быстро передвигаюсь и ремонтирую союзников по радиусу. Ну, это, условно говоря, как Мендер, как Мендер-Шмендер, как, соответственно, Турк. Так, сейчас включаем боевой режим. У меня выскочила пушка Илюшка. Я убью такого же Титана вражеского. Пулемет у меня на КДшке, к сожалению. Давай, 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 братюня. Почему ты не умираешь? Наконец-то. Так, включаем другой режим. Нажали другой режим. Вы скажете, а что произошло? Да я сам не знаю. Я в этом Титане запутался абсолютно. Так, давайте почитаем. Я сейчас нажал Голдхорн. Способность меняется. В ремонтном режиме усиливается действие ремонтных монороботов. То есть, и не ремонтируешь. А в боевом режиме бьет огонь из противника. Реактивный гранатомет, который накладывает супрэшн. То есть, я сейчас стреляю с этого гранатомета и накладываю супрэшн. Но со временем мы, наверное, разберемся. Так, нажимаем. Ремонтный режим. В этом ремонтном режиме более активный происходит у меня ремонт. Так, нажимаем эту кнопку. Сейчас у меня обыкновенный какой-то ремонт. В общем, надо с этим Титаном долго-долго разбираться одну дну. Так, смогу ли я Ластен пробить, интересно, пареньку? Ну, трудно пробивается, если честно. Так, нажимаем. Способность сейчас супрэшн. Да, вот красные пушки, да, работают. В общем, понапутали эти комбинации и для меня это весьма сложно. Получается, у него, у данного Титана четыре возможные комбинации что может вообще произойти. Правильно понимаю, да? Один режим плюс другой режим. Потом здесь нажимаешь, здесь другой режим. Ну, в общем, она комбинируется по-разному. По-разному она все взаимодействует. То есть, у него не две способности, а получается, что как бы четыре. Понимаете, да? Здесь односпособность, здесь меняешь. Потом здесь односпособность, здесь меняешь два раза. В итоге, получается, данный Титан обладает четырьмя способностями. Ну, весьма интересно, конечно, весьма запутанно. Но со временем, конечно, можно разобраться. Так. Теперь мы будем работать как саппорт. Телепортируемся к Шарашке. Привет, Шарашка. Ты защищена. Ты под моей опекой. Да и тебя тоже могу поремонтировать. Хочешь? Бесплатные пилюли. Киберсоника. Так, смотрим пак акустических дробовичков. Будем нападать на врагов? Ну, это неразумно. Давайте подожмем в кадашке способностей. Я, конечно, очень хочу пойти понападать. Вот они, гигантские титаны бегают. Сумасшедшие. Но я буду нападать через 5 секунд. Насчет прыжка. Я не могу к врагам телепортироваться, но я могу к врагам прыгать. Великолепно, великолепно. Ну, что вы будете делать? Зачем вы отправили его в астрал? Играем, скорее всего, с новичками, которые не понимают, что... Не надо было отправлять его в астрал. Работаем, работаем по раванке. У нас жесткий обмен. Огневая мощь моя равняется огневой мощи раванки. Потому что что у раваны 3 слота, и там акустические дробовички, и что у меня то же самое. Что-то пошло не так. В принципе, мы все посмотрели. В первую очередь для новичков я рассказал, какие современные, крутые, мощные пушки в настоящий момент. И зато посмотрели нового титана с запутанными способностями. У которого, оказывается, 4 способности, а не 2. На этом все. Пока. Удачи прокачке.